Доброе утро, уважаемые гости. Компания Кудерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена денежным средствам казначейству и рассматривать мы ее будем на примере 1FRP. Вы видите на экране наши контактные данные, наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобно время проведения или вы не смогли досмотреть до конца, через некоторое время мы на сайте выкладываем записи вебинаров. Так что приглашаем вас посмотреть в записи, если это для вас важно. И соответственно там есть и другие материалы, и обучающие, и записи других вебинаров. Так что надеемся вам будет интересно посетить наш сайт. Возможно вы найдете для себя нужную информацию. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика Динес Гардышева Галина. Мои контактные данные вы тоже видите на экране. И поговорим мы с вами сегодня вот о чем. Программа вебинарова сейчас на экране. И как будет строиться наша встреча. Ну, немного нормативной информации, если можно так сказать, я буду показывать на слайдах. И мы с вами будем переключаться на 1S ERP, демо-версию. Сейчас я туда переключусь. То есть вот вы видите у нас программа ERP. И мы на ней будем разбирать примеры, про которые будем говорить, так сказать, уже ручками трогать, что получается. Снова возвращаюсь к нашим слайдам. Итак, то есть в ERP программа казначейства на самом деле имеет расширенные функции. Ну, во всяком случае, по сравнению с бухгалтерией, 1S бухгалтерии, это однозначно более широкие функции. И там много управленческих функций. То есть не только бухгалтерские. И, соответственно, блок рассчитан и на специалистов-бухгалтеров, и на финансовых специалистов. То есть на казначеев, на финансовых директоров и так далее. И поговорим мы с вами сегодня, ну, в общем-то, не совсем о функциональных возможностях, сколько о том, как начать работать с этим блоком. Если, например, вы перешли на работу с ERP, вам ее установили, прошло внедрение, и вы начинаете уже практические мероприятия. На самом деле, достаточно много разной информации. У нас тоже были вебинары, посвященные блоку казначейства. А сейчас, сегодня мы с вами поговорим о практических тонкостях, с которыми сталкивается специалист, когда начинает работать с этим блоком. То есть мы поговорим о том, как организовать работу с этим блоком, какие требуются административные мероприятия, ну, конкретно по согласованию, например, заявок на расходование денежных средств. Нужно или не нужно нам делать какие-то дополнительные настройки в подсистеме. Поговорим про уникальный сервис «Платежный календарь». То есть он есть и в ERP, и в других конфигурациях, но в основном в крупных, типа управления холдингом. Ну и посмотрим, как он построен, в принципе, в практической работе, чем он может помочь. Блок казначейства, как я уже сказала, присутствует в конфигурации и ERP, и управления холдингом. И, собственно, он призван не только работать с денежными документами, то есть платежные поручения, приходные расходные ордера, выписки, но и позволяет контролировать расход денежных средств. То есть, в первую очередь, для руководителей показывает, сколько денег требуется для оплаты текущих платежей, как их можно перераспределить между счетами и так далее. Ну и, естественно, контролировать взаимозачеты, что очень удобно, так это позволяет ввести графики платежей, например, по кредитам, по лизингам, ну то есть по каким-то конкретным кредитным продуктам. Сейчас мы с вами посмотрим два слайдика. Я расскажу их отличия. Первый слайдик у нас из управления холдингом, как вы видите, один из ERP, управление холдингом. И здесь подраздел казначейства у нас имеет вот такой дополнительный блок, то есть централизованное казначейство. Используется он, когда требуется скоординировать работу, ну, например, по нескольким юрлицам, по нескольким, например, подразделениям, как выделенным, так и не выделенным на обособленный баланс. Интерфейс блока казначейства самого ERP у нас, как видите, немножечко меньше, то есть у нас нету блока здесь централизованное казначейство. Ну и, в принципе, немножко другой функционал. И функции, в общем-то, практически все, которые есть в управлении холдингом, здесь тоже имеются, но немножко в другой компоновке. И сейчас мы с вами переключимся на демо-версию и посмотрим. То есть, смотрите, вы уже, скорее всего, сталкивались, если работали с ERP, даже если не работали, в принципе, это видно из меню. У нас есть блок NCI и администрирование, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. И здесь у нас происходит, так сказать, грубая настройка. То есть здесь есть блок казначейства. И, соответственно, до того, как мы начнем работать в программе, нам нужно пройти по этому блоку и посмотреть, везде ли у нас проставлены нужные отметки. Напомню, что при работе, например, с бухгалтерией, там мы сразу видим все функциональные опции, которые имеются в программе. А здесь, поскольку опций много, то некоторые требуются дополнительно активировать. Что это значит? Это значит проставить вот такой чекбокс, то есть красивую зеленую галочку. В этом случае у нас активируется дополнительно какой-то блок учета, и мы видим уже в общем журнале, например, или в интерфейсе подраздела, мы уже видим то, что активировали. Ну, при начале работы с казначейством, естественно, нам нужно проставить, если у нас ведется несколько банковских счетов, то сейчас их можно ввести сколько угодно в разных банках, то, соответственно, у нас должен быть проставлен вот здесь флажок. Как вы видите, если у нас этот флажок не стоит, то есть подсказка, что это такое. Точно так же можно ввести несколько касс. Но обычно ведется главная касса, и если у вас есть обособленные подразделения, могут вестись обособленные подразделения и в разрезе касс. То есть касса, например, там, ну, какого-то вашего подразделения, если особенно оно в других городах находится и так далее. И после того, как мы начали работать уже в конфигурации, как вы видите, эти отметки становятся неактивными, мы их уже задали, и дальнейшей возможности, например, это отменить у нас не будет. И дальше мы задаем настройки, то есть оплата платежными картами. То есть если вы работаете через эквайринговый аппарат, то в любом случае вот эта отметочка должна стоять. Договора кредитов и депозитов. Вот здесь нужно остановиться поподробнее, потому что мы с вами привыкли, что если в подразделе имеются какие-то справочники, ну, вот, например, продажи, у нас есть справочник клиенты, закупки, у нас есть справочник поставщики. На самом деле это все один и тот же справочник контрагенты, просто который запускается из разных разделов для удобства работы. А при работе с казначейством у нас с вами немножко другая ситуация. То есть при работе с казначейством у нас есть блок финансовых инструментов, и здесь есть договора кредитов и депозитов. А при работе с любыми другими блоками у нас есть договора с поставщиками, с клиентами и так далее. То есть вот в этом случае договора с поставщиками, это договора с контрагентами. Ну, то есть вот вы видите журнал, в котором перечислены договора и так далее. Но при работе с казначейством вот этот вот блок, то есть финансовые инструменты, договора кредитов и депозитов у нас совершенно отдельная песня. То есть это не те договора, которые используются при работе с контрагентами. Это договора конкретно финансовые и, собственно говоря, чаще всего это договора с какими-то кредитными организациями и так далее. То есть надо иметь вот это в виду, что справочники не один и тот же справочник, а они разные. Снова возвращаемся к разделу инсы и администрирования. И вот здесь у нас есть блок казначейства и взаиморасчета, с которого мы начали. Вот мы с вами вернулись на отмечку договора кредитов и депозитов. То есть по-хорошему вот этот флажок нужно поставить сразу, потому что в той или иной мере, особенно крупные предприятия, всегда сталкиваются с такими договорами по финансовым инструментам. То есть возможно вы используете овернайт, возможно используете еще какие-то средства, там, например, депозиты с длинным плечом и так далее. Вот этот флажок международные реквизиты банковских счетов тоже очень важный, потому что очень часто возникает вопрос в том, что все хорошо, мы работаем с рублевыми договорами, с рублевыми контрагентами, и вдруг у нас возникает ВЭД, то есть внешнеэкономическая деятельность, и появляются реквизиты счетов, которые отличны от российских. То есть у нас появляются не 20-значные расчетные счета, как мы привыкли, а, например, в кодировке ИБАН, когда используются 34 знака, в том числе латинские буквы. То есть чтобы была возможность использовать такие счета, мы должны вот здесь вот проставить флажок, то есть использовать международные реквизиты банковских счетов. Я немножко позже покажу небольшую такую схемку по этим счетам, а сейчас пока двигаемся дальше. Ну, соответственно, флажок платежи в валюте и валютный контроль, это тоже очень комфортно, ну, в смысле некомфортно, а жизненно необходимо для тех, кто работает с валютными платежами, потому что в этом случае активируется возможность работать с сопровождающими документами, то есть справки о подтверждающих документах, справки о валютных операциях, о покупке валюты и так далее. И здесь, обратите внимание, у нас есть ссылка для работы с дополнительным сервисом 1С Директ Банк. То есть это, ну, в принципе, на практике именно очень удобный сервис, как домашние тапочки, мы о нем тоже немножко позже поговорим поподробнее. И использовать переводы в пути при перечислении денежных средств на выплату зарплаты. То есть если мы ставим сюда флажок, то, соответственно, мы будем использовать 57-й счет, по которому будут происходить такие операции, и будет легче отслеживать. То есть когда мы отправляем в банк реестр платежей, и когда банк подтверждает зачисление денежных средств на счета сотрудников. И чаще всего это все происходит в один день. Но если, например, вы послали позже, чем окончание банковского дня, то платеж у вас зачислится на счета уже на следующий день. Поэтому вот на эту галочку тоже нужно обратить внимание. То есть перед тем, как вы, в общем-то, начинаете работать с блоком по денежным средствам, с казначейством конкретно, нужно продумать, как вам это удобнее организовать. Если вы работаете с госконтрактами, то вам надо обратить внимание вот на вот эту вот ссылочку. Поддержка банковского и казначейского сопровождения госконтрактов. То есть это уже конкретный сервис, который позволяет работать и отслеживать платежи в разрезе конкретных контрактов. Дальше у нас пошел блок планирования и контроля денежных средств. Вот этого блока в бухгалтерии у нас не было, даже близко не стояло. И для бухгалтеров, которые переходят в бухгалтерию, это бывает, ну, скажем так, не неожиданностью, но тем, что вызывают дополнительные вопросы. Ну, во-первых, мы должны проставить заявки на расходование денежных средств. И здесь нужно обратить вот на что внимание. То есть заявки на расходование денежных средств у нас с вами прикреплены к расчетным счетам. То есть у нас может стоять вот здесь флажок на использование денежных средств, но, допустим, это будет не по всем банкам, а по некоторым, по выбранным. Но флажок поставить нужно, иначе у нас этот раздел просто будет недоступным. Раздел лимиты. У нас здесь есть выбор с вами по документам лимита расходов или по данным бюджетирования. Если вы, например, еще блок бюджетирования не заполнили или не планируете его использовать, то можно выбрать либо не используется, либо по документам лимита расходов денежных средств. Но в этом случае вам нужно четко понимать, что перед использованием вам, естественно, нужно будет задать лимиты. Для этого мы вот эти вот флажки, которые вы здесь видите, должны проставить. Ну и то, что на практике встречается очень часто, это работа с подотчетниками. И, собственно говоря, вот здесь вот для образца, скажем так, у меня проставлены чекбоксы. То есть чекбоксы, это зеленая галочка. И обратите внимание на двухэтапный формат работы с авансовыми отчетами. То есть первое, это когда подотчетное лицо подготовило отчет и вам сдала в бухгалтерию. А второй этап, это когда авансовый отчет утвердил директор. К сожалению, достаточно часто распространенная практика, это когда бухгалтерию принесли набор бумажек, положили на стол, и бухгалтер сам делает авансовый отчет. В этом случае, естественно, утверждает он его самостоятельно, либо у директора, либо другим каким-то способом. Но вот эти вот флажки позволяют такую структуру вести уже целенаправленно. Потому что директор может сказать, что извините, а что это вы тут пишете, покупка парше для кого? И если нужно вести контроль именно за целевым использованием, что выданы денежные средства на констовары, так будьте любезны это приобрести, то это вот тут флажок, вот в этом окошке. И доверенности. То есть вот здесь механизм контроля доверенности, в общем-то, заложен, если можно сказать так, классически. То есть выдали тебе доверенность на получение какого-то ТМЦ, значит, ты должен читаться, что ты приобрел этот ТМЦ, то есть доверенность была использована. Ну и отдельно немножечко это заявки на командировку. Если у вас распространено применение командировочных, ну командировок именно в вашей организации, то вот здесь проставив флажок, у вас появится задание на командировку. Ну то есть будет возможность согласовывать расходы и одновременно это будет распоряжением для выдачи денежных средств. То есть это в основном для кадровых работников. То же самое взаиморасчеты. Здесь можно проставить флажок. Вот тут обратите внимание, что лучше ставить по дате документа, потому что если ставить по плановой дате платежа, то в этом случае будет привязка не к дате документа, а к дате оплаты. И работа с валютными средствами, то есть денежные валютные средства. Здесь тоже лучше всего, то есть у нас есть возможность выбрать, когда будет переоценка на дату оплаты на конец месяца или на каждый день месяца. Есть банки, которые с валютой присылают, например, валютные выписки с переоценкой на каждый день. В этом случае выписка получается очень громоздкой. Самый оптимальный вариант, то есть переоценка делается на дату платежа и по концу месяца. То есть у меня выбран именно такой вариант работы. И обращайте внимание вот на эти комментарии. То есть это помогает особенно на первых порах, когда вы еще с конфигурацией на ИШО потом помогает сориентироваться. После того, как мы с вами через раздел ИНСИ и администрирование выполнили первоначальные, так сказать, настройки, мы можем переходить в блок казначейства. И, соответственно, здесь у нас нужно обратить внимание вот на что. Здесь практически вы видите, как обычно, по разделам сформированы документы, которые мы можем создавать. И есть несколько пунктов, на которые надо обратить внимание тоже до начала работы. Один из таких пунктов – это статья о движении денежных средств. Это у нас с вами, соответственно, справочник. И здесь мы можем делать как группировку, ну вот операционной деятельности и так далее, так и вносить какие-то свои дополнительные статьи. Вот вы видите, у меня сейчас на экране вот такие пиктограммки есть с точечкой. То есть это значит, что такая статья была создана через конфигуратор при запуске программы. А вот такая вот пиктограммка, то есть уже без точки – это то, что я уже наваяла самостоятельно, делая как бы свои настройки, которые мне нужны. Ну, естественно, обычно в крупных предприятиях статьи движения денежных средств должны быть согласованы с руководством, должны быть единообразны для всех подразделений, чтобы потом не возникала путаница и сложности. То есть это у нас с вами был блок казначейства и статьи движения денежных средств. Ну и дальше, соответственно, блок планирования у нас вот здесь – заявки и платежный календарь. Про заявки мы поговорим сегодня поподробнее. А вот платежный календарь – это очень интересный сервис, дает он много возможностей и аналитикам, и казначеям, ну и, естественно, непосредственно бухгалтерам. Но это блок, который, к сожалению, мы сегодня не сможем подробно рассмотреть. У нас будет отдельный вебинар, который посвящен именно платежному календарю. И на что еще надо обратить внимание – это на денежные средства, которые, собственно, денежные средства – это работа с платежными поручениями, с банковскими выписками. То есть раздел называется «Банк». В других конфигурациях название немножко другое, но суть, в общем-то, так же самая. То есть здесь мы работаем с платежными поручениями, с банковскими выписками. Отдельных настроек нам сюда вносить не надо. И мы посмотрим их сегодня. Ну и, естественно, работа с кассой, рабочее место кассира, то есть приходные расходные кассовые ордера, ну и инвентаризация наличных денежных средств. Обратите внимание, вот этот документ в некоторых конфигурациях раньше его не было. На самом деле очень удобно. И из того, на что еще обратить внимание, здесь у нас другие режимы, то есть эквайринг работы через терминал с карточками, подотчетники, как я уже говорила, взаимозачеты и списание задолженностей. То есть обратите внимание, в ЕРП, оно у нас располагается в разделе казначейства и выделено в отдельный подраздел. То есть если нам с вами необходимо проводить какие-то корректировки, то нам надо сюда заходить и здесь работать. И блок финансового инструмента, как я уже говорила, договора здесь это отдельный, справочник договора кредитов и депозитов, ну и соответственно договора лизинга, аренды финансовой. Здесь это дополнительные сервисы, которые, в общем-то, повторяют то, что мы можем сделать и вот из этих разделов конкретных, поэтому мы сюда особо заглядывать не будем, немножко пройдемся ближе к концу встречи, чтобы понимать, что у нас там живет. Итак, то есть мы с вами начинаем работать с денежными средствами. Предполагаем, что в нашей организации есть и безналичные платежи, и эквариинг, то есть работа через терминалы, и, допустим, приходные расходные ордера. Как вы обратили внимание, у нас есть блок безналичных платежей, но, допустим, как было в бухгалтерии или в ОПП, создать платежное поручение, у нас здесь немножко не так скомпоновано. То есть вот наше с вами рабочее место. Сейчас я подвину вот это вот. Нет, не подвину, значит, не смогу потом перейти. У нас есть вот такое рабочее место безналичные платежи. И здесь, в общем-то, особенно в крупных предприятиях, все завязано на том, что мы загружаем выписки из банка и выгружаем выписки из банка. То есть, соответственно, в этом случае у нас с вами есть вот эти вот кнопки. Это мы можем сделать ручную запись. Ну и вот через этот раздел, то есть здесь мы можем выбрать банковский какой-то счет. Ну вот выбираем, я выбираю первое попавшееся. И выбираю режим, что мне нужно сделать. То есть выгрузить в банк уже подготовленные платежи или загрузить выписки, которые я получила из банка. У нас с вами есть еще возможность работать с дополнительным сервисом. Это Директ Банк. Сейчас мы про него поговорим поподробнее. И обратите внимание вот на что. То есть у меня, например, есть выписка, которую я сформировала, из банка выгрузила. И хочу подтянуть сюда. Хочу подтянуть в свою систему, в свою Одинеску. И провожу, все делаю как положено. И есть у меня вот такой дополнительный сервис. То есть кроме того, что я как в обычной банковской выписке вижу остатки и движения по счету, у меня есть возможность сверить выписку, которую я загружаю из банка, с тем, что у меня провелось по программе. То есть если я беру сформировать выписку, то у меня получается вот такой отчет. То есть начальный остаток, который был у меня по данным программы. И соответственно то, что программа видит в выписке, которую я загрузила из банка. То есть если я в этой выписке что-то вдруг не провела, какой-то, например, документ у меня оказался непроведенным или не загрузился, то я буду видеть соответственно разницу и смогу быстро найти ошибку и ее поправить. Потому что чаще всего не загрузился или не провелся связано с тем, что у меня в документе есть какие-то ошибки. Ну, либо ошибки в наименовании, допустим, в наименовании контрагента, либо еще что-то где-то я накосячила. Сейчас мы с вами вернемся к слайдам. Так, возвращаемся к нашим слайдам. Это то, что мы с вами смотрели, чем отличается блок казначейства в ERP управления предприятием и в холдинге. То есть, соответственно, здесь мы можем с вами посмотреть. А то, что мы с вами сейчас смотрели, это у нас с вами информация, которая попадает в информацию, которая у нас уже для каждодневной работы. И вот мы сейчас с вами на вот этом слайдике посмотрим, чем же все-таки отличаются российские счета от иностранных, код, как вы видите. А у нас расчетный счет составляет 20 символов. И дальше привычный нам уже Big, Swift, ну, то есть город, в котором открыт банк и так далее. А ибановские счета в системе ИБАН у нас начинается номер счета 34 знака, и в него входят латинские буквы, которые отражают код страны. Ну и, собственно, отличаются, вот видите, какими показателями. То есть 14 дополнительных знаков. Это кодировка, которая используется, ну, практически однозначно во всей Европе. Ну и если вы работаете с другими иностранными банками. И вот как выглядит уже сам режим, когда мы эту включаем функцию в настройках. И вот у нас, видите, как счет 3, 0, 1, 0, 181, 0, 9. И последние циферки у нас должны быть такие же, которые в бике нашего банка. А Swift вот как выглядит. То есть, в принципе, те, кто работает с иностранными с валютными платежами, с этим сталкиваются. И вопрос, а как мне отразить счет в кодировке СМИ, к сожалению, встречается часто, потому что не обратили внимания на первоначальные настройки. Следующий слайд, который мне хотелось бы вам показать, посвящен работе с заявками на расходование денежных средств. То есть, для финансистов этот режим очень комфортный, потому что они контролируют, сколько они дали разрешения. Ну, например, мы установили лимит, что мы работаем, например, у нас платежи в день, допустимо, до 300 тысяч, до 500 тысяч, до миллиона, неважно. То есть, при создании заявки на расходование денежных средств мы это все в заявке указываем. Сейчас мы с вами снова переключимся в демо-версию, посмотрим еще раз заявки. То есть, вот если я хочу создать заявку на расходование денежных средств, как обычно в журнале, через кнопочку «Создать» я могу создать заявку, например, ну, самую простую, на оплату поставщику. Как вы видите, здесь достаточно большой выбор. Ну, я выбираю самый такой распространенный, наверное, создаю заявку на расходование денежных средств. Обратите внимание, что статус заявки у нас не согласован. Это когда я только создаю. Согласованно предполагается, что непосредственно руководитель должен согласовать, что да, хочу платить, согласен. И дальше уже статус к оплате, когда подписано всеми должностными лицами. То есть, фактически это отражение того, что на оплату этой денежной суммы дал добро и главбог, финансовый директор и так далее. А операция, то есть, я выбирала по кнопочке «Создать», но могу, соответственно, выбрать и вот вид операции, выбрать любой другой вид или поменять в самой заявке. Здесь, обратите внимание, у нас есть ячейки с красным подчеркиванием. То есть, это ячейки, которые обязательны к заполнению. Без заполнения, если я их оставлю, программа мне не даст провести документ-заявку. Ну, то есть, вот я ставлю дату платежа, что я хочу сегодня. Вот здесь, обратите внимание, если я работаю, например, с банком, то понятно, что у меня будет безналичный. Если я не знал, как я это плачу, я, конечно, могу выбрать в любой форме. Но в этом случае мне нужно будет помнить о лимите кассы, соответственно, о превышении или не превышении лимита расчетов наличными денежными средствами и так далее. То есть, я выбираю безналичные. Подразделение тоже важно, потому что могут быть разные банки и разные направления деятельности. Ну, вот выберем торговое направление. Ну, естественно, заполняем здесь все, что дальше положено. То есть, счет, получатель и так далее. Если сумма там, например, поставим вот так вот. Если мы с вами хотим делать перечисление в бюджет, нам, естественно, нужны дополнительные поля, чтобы были отражались. Тогда мы ставим вот здесь вот чекбокс, и у нас появляются поля, которые должны быть указаны в бюджетных платежах. То есть, КБК, ну и соответствующие поля, которые требуются для перечисления налогов. То есть, смотрите, у нас есть поле заметки и есть поле назначения платежа. То есть, заметки – это практически поле комментарии, по которому мы можем написать что-то для себя. Там, например, что отправить до 12 часов или еще какие-то напоминалки для себя. Они нигде не будут отражаться ни в печатных формах, ни в выгрузках. А вот назначение платежа вот к этой кнопочке стоит отнестись очень серьезно. То есть, это у нас поле, которое позволяет избежать претензий, допустим, со стороны банковского анализа, и позволяет держать компанию в зеленой зоне светофория. Мы немножко позже поговорим еще про это. Но на назначении платежа мы можем, если мы использовали, например, возможность ввод на основании счета или на основании договора, то есть на основании какого-то другого документа, то по кнопочке «Заполнить» у нас сформируется вот такой текст. Но практически, вот если я такой текст сейчас отправлю в банк, понятно, что банк меня завернет и платеж мой не отправит, потому что должно быть указано, за что я плачу, должна быть ссылка на документ и должна быть расшифровка. То есть, должно быть указана оплата по счету, там, номер такой-то за констовары, то есть товары, ну, например, там, естественно, сумма и НДС в том числе. Или, наоборот, НДС не облагается. Вот только тогда у меня банк пропустит. И то, если он сочтет, что ему в этом назначении что-то непонятно, то он может затребовать у вас подтверждающие документы, например, копию договора. Закладочка «Расшифровка платежа». То есть, если вы делаете на основании какого-то документа, то будет отражаться, естественно, здесь у нас будет отражаться документ, на основании которого вы делаете этот платеж. И та же история с договором, ну, естественно, с поставщиком и так далее. Облагается НДС и не облагается НДС. То есть, вот здесь вот не зависит от того, какой у вас режим налогообложения. То есть, если вы платите, например, вы упрощенец, вы платите там не упрощенцу, а общий режимнику, то, соответственно, у вас будет, что облагается НДС, ставка НДС. И статья «Движение денежных средств». То есть, это справочник, про который мы с вами уже поговорили. То есть, вот он у нас. И здесь есть еще такая тонкость, обратите внимание, что когда он открывается, по умолчанию у нас идет группировка по хозяйственным операциям. Если вдруг вы увидели, что у вас здесь нету какой-то операции, ну, вы точно знаете, что вы ее вносили, то, скорее всего, у вас может быть не та группировка задана. То есть, в этом случае нужно перейти на другую группировку и уже там смотреть. Чаще всего не отражается видимость либо с тем, что у вас нет прав, либо с тем, что где-то накосячили. И ГФУ, то есть, та же самая история, это наиболее такой, ну, не проблемный, но пункт, который вызывает больше всего вопросов, потому что это практически задание проводок, которые соответствуют группам каких-то элементов. То есть, в бухгалтерии, например, было это статье отражения в учете. То есть, например, у вас есть группа констовара. Вы задаете для нее проводки, что это у нас и десятый счет. Ну, и, соответственно, дальнейшие подробности. Либо это расчеты с поставщиками, либо это расчеты с прочими дебюторами и кредиторами. То есть, от того, какие вы выберете группы финностроек, будет зависеть, естественно, и ваша платежка. Ну, и поскольку в ERP заложена возможность отслеживать по направлениям деятельности, ну, и, естественно, и платежи, и затраты, то у нас вот направление деятельности. В демо-базе вот такие заданы. Ну, естественно, ваше предприятие будет делать самостоятельно, свои для себя. И распределение по счетам. То есть, если я вот здесь добавлю, выберу какой-то конкретный банковский счет, ну, вот, например, выбрала я, и задам дату оплаты, что это сегодня должно быть, вот, вот, именно сегодня, то в этом случае платеж у меня пройдет с этого банка, ну, естественно, сегодня. То есть, у меня будет выгрузка в банк, сформированная на основании вот этих вот данных. Нет, я не буду это сохранять. Даже больше того, я сейчас убегу отсюда. Это мы с вами смотрели режим безналичные платежи. Есть еще один момент, когда мы работаем с банком, с банковскими выписками, то есть, например, мы сформировали платежное поручение, отправили его, все, у нас выгрузка в банк ушла. Но, когда я получаю выписку из банка, я вижу, что у меня какое-то платежное поручение, мне отказали, то есть, его не провели. Значит, в этом случае у меня какой-то косяк в этом платежном поручении, и когда я загружаю выписку, я его увижу, если перейду вот по этой кнопочке, не проведенной банком, то есть, это всегда какие-то корректировки, то есть, что-то я должна сделать для того, чтобы этот у меня прошел платеж. Ну и то, что удобно, вы сразу видите, что у меня, допустим, вот сейчас есть по банку, то есть, например, у меня не прошла какая-то оплата, вот она у меня не прошла, почему надо залезть и посмотреть. И то же самое, если вы работаете с инкассацией, ошибки при инкассации, то есть, вот они у нас имеют определенное отражение. Ну и, в общем-то, очень похожий режим, это работа с кассовыми документами, то есть, мы тоже можем настроить распоряжение, что мы работаем по заявкам, в этом случае, и для кассы, и для банка они могут быть. И здесь уже точно так же у нас есть журнал, в журнале мы по кнопке «Создать» формируем приходный, расходный, кассовый ордер и так далее. То есть, если мы работаем с зарплатными платежами, то, соответственно, мы можем делать выплату по ведомости, но это уже подробности зарплатного блока, блока зарплаты и кадры, но, тем не менее, здесь, в общем-то, ничего такого особо революционного у нас не произошло. В общем-то, все достаточно привычно, если можно так сказать. Сейчас мы с вами снова переключимся на наши слайды. Вы видите сейчас у нас на экране выведена информация по работе с заявками на расходование денежных средств, ну и уже, если можно так сказать, немножко в таком обучающем формате, то есть, что может подлежать контролю, как мы используем и для чего это все делается. То есть, вы можете вот это посмотреть. Если в вашем случае вы это используете, то, собственно говоря, это просто перечень, в каких случаях может вам помочь работа с заявками на расходование денежных средств. Но если у вас небольшое предприятие, там, например, три богатыря и все, то, естественно, заявки могут быть вам не нужны. То есть, в этом случае вы просто не будете проставлять чекбокс в настройках, которые через НСАИ делаются и в настройках, например, банковского счета. Платежный календарь. Что такое платежный календарь? Это дополнительный сервис. Вы сейчас видите такую схемку, то есть, что позволяет платежный календарь сделать. Мы сейчас к нему переключимся, так сказать, вживую его потрогаем. Но на самом деле здесь достаточно много вариантов, отчетов, которые можно вывести. Для руководителей или для собственников это обычно самый быстрый и самый наглядный способ получить информацию. Как вы видите, можно и в виде графиков, и в виде вот таких вот графиков. И, ну, собственно, любая форма вы можете вывести в любой форме и порадовать сердце руководителя красивой картинкой. Чаще всего для бухгалтеров, например, используются, естественно, другие отчеты, уже более специфичные, где отражаются там проводки, движения по счетам. Но для коммерческого, например, блока, вот это более наглядная, более содержательная информация. То есть им не важно, с какого счета 60.01 или 60.02 производилась, например, оплата и проведена операция. И валютный контроль. То есть вот валютный контроль – это блок очень удобный, как я уже говорила. То есть он позволяет сформировать документы, сопровождающие сделку, то есть справка о подтверждающих документах, справка о платежах, то есть о том, что вы покупали валюту, перевели валюту и так далее. И здесь достаточно долгое время была сложность, то, что у каждого банка эти документы надо формировать, но у каждого банка своя собственная форма, по которой нужно подтверждающие документы формировать. Здесь в ЕРП это немножко систематизировано. И, соответственно, справочник, перечень валютных операций – это кодировка. Здесь она имеется приведена. Можно вводить договор с контрагентом, если это иностранный контрагент, то есть нерезидент, и формировать справки о валютных операциях. То есть когда мы валюту приобрели и отправили, например, к какому-то поставщику, или наоборот, получили на расчетный счет валюту, в этом случае позволяет программа работать с такими документами. Ну, во всяком случае, СБЕР, ВТБ, то есть вот наши банковские богатыри, они все спокойно с этими документами работают. И Директбанк позволяет напрямую обмениваться с банком такими документами. Ну, вот вы видите справка о подтверждающих документах о сокращении СПД. Она, ну, то есть, как вы знаете, есть законодательные случаи, в каких она должна предоставляться в банк. И, собственно говоря, вот вы видите на экране информацию, которая нормативная по этому блоку. Мы сейчас переключимся туда, ну, переключимся в конфигурацию, посмотрим это, так сказать, уже на примере потрогать ручками. Сейчас мы это с вами сделаем. Вот. То есть мы с вами перешли в снова раздел казначейства. Мы с вами поговорили про блок касса. Ну, поскольку здесь, в общем-то, тонкости при настройке особых не существует. Вот здесь достаточно уже всем знакомый по предыдущим программам или конфигурациям режим. Вот есть еще одна тонкость при работе с эквайлингом. То есть, как вы знаете, те, кто сталкивался с банковскими выписками по эквайлингу, выписки могут приходить, так сказать, в двух форматах, смотря какой из них ваш банк использует. То есть обычно приходит выписка банковская, где указывается либо общая сумма, и уже в тексте платежа написано, допустим, комиссия банка, то есть получили тысячу рублей, в том числе комиссия банка такая-то. Либо отдельными платежками, когда идет получение денежных средств, а потом оплата комиссии банка. Здесь у нас вот в чем есть тонкость. Я открыла сейчас журнал эквайлинговых операций. Ну, соответственно, если у нас есть распоряжение на оплату, мы их здесь увидим. Если просто у нас происходит эквайлинговая операция, то когда мы формируем такой документ, то у нас есть возможность оследить чек пробит, не пробит. Ну, соответственно, сумма подразделения и расшифровка платежа. Вот здесь вот, как вы видите, у нас опять же объект расчетов, то есть если это на основании какого-то документа было сделано. И обычно то, что заполняется договор основания платежа. И статья ДДС. Вот обратите внимание, я сейчас ее открою. То есть сама статья движения денежных средств по работе с эквайлингом. То есть мы выбираем операционную деятельность в качестве статьи. И вид движения денежных средств выбираем. Ну, соответственно, у меня выбран такой. Может быть, любой, какой вы выберете. И хозяйственная операция. Это у нас... Я написала поступление оплаты от клиента. Но вы, соответственно, можете добавить любые, какие у вас используются. Как во всех журналах, во всех документах, у нас есть кнопочка отчеты. И мы можем по отчету посмотреть, создана у нас эквайлинговая операция по какому-то конкретному документу. Например, заказ клиента. Или я ее ввела без ссылок на дополнительные документы основания. Так, это мы посокрываем. Еще в разделе казначейства. При работе с подотчетниками мы с вами поговорили. Может быть, двухэтапная или одноэтапная система работы. Взаиморасчеты и задолженности. Это у нас, ну, практически чаще всего, либо перекидка между субконтами, то есть разными договорами. Ну, либо, соответственно, если мы там делали какие-то либо новации, либо прощения долга и так далее. Ну, и отдельным блоком у нас, в общем-то, стоит лизинг. Поскольку, как вы знаете, сейчас у нас по законодательству изменения в лизинге достаточно много. Обратите внимание вот на этот пункт, на лизинг. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. И вот о чем поговорим. То есть я хочу обратить ваше внимание на официальную справочную систему, которая, в принципе, у нас доступна к вызову почти из любого раздела 1СКИ. Именно по казначейству. То есть видите, то, что мы с вами сейчас проговорили, естественно, есть в справочной системе. Справочная система очень удобная. И, извините, вот так. Если мы сейчас с вами переключаемся, ну, вот на любые, любой документ, то справка у нас доступна. Переход может быть по кнопочке «Еще». Видите, внизу у нас справка. Либо вот по такому вопросительному знаку, то есть пиктограммка «Вопросительный знак». Но пиктограммка «Вопросительный знак» может быть, может не быть. То есть она касается конкретной ситуации, которую вы открываете. То есть вот я открыла экваринговую операцию. У меня, видите, очень хорошо структурированная справочная информация. Но может быть ситуация, когда у меня доступна только кнопочка «Еще», то есть, соответственно, вот раздел «Справка». Обратите внимание еще вот на что. Что поскольку сейчас очень много изменений было и в налоговых отчетах, и в регламентированных отчетах, ну, в принципе, практически полностью меняется система, то очень важно, какая у вас стоит конфигурация, какой релиз. Сейчас релиз мы с вами можем посмотреть вот по этой пиктограммке. Вот у нас о программе, это раз уж мы заговорили. Ну, справка, вот она у нас здесь есть, а информация по программе вот отражает наши реалии. Вот, соответственно, какая у меня платформа, и вот у меня информация о моей конфигурации. То есть, в принципе, она не самая последняя, но и не такая уж древняя. То есть, в ней уже есть и новые формы регламентированных учетов, формы регламентированного учета, новые, то есть, декларации, расчеты, ну, и, соответственно, механизмы, которые для этого приспособлены. То есть, работа с единым налоговым платежом, например. Но сейчас уже есть и 12-е, и 13-е. Ну, то есть, релизы и 12-е, и 13-е. Поэтому, перед тем, как что-то делать, вы обратите внимание, какой релиз у вас установили. Может быть, вам сразу надо начать с того, что вам не идти в настройки, допустим, НСИ и администрирование сначала обновить релиз программы, потому что многие, ну, и ошибки, и, соответственно, новые сервисы будут включены в более поздние версии, а вы будете искать их во вчерашнем дне. Так, и что мы с вами еще будем смотреть? Значит, это у нас, я уже обмолвилась про систему светофор. То есть, когда мы заполняем заполнение платежа в платежном поручении, на это надо обращать внимание. Вот я просто хотела немножко вам напомнить, что такое светофор. То есть, как вы знаете, у нас с этого года работает цветовая, так сказать, кодировка. То есть, является ваше предприятие благонадежным, то есть, незамеченным ни в каких шалостях в этом случае у вас зеленый сектор. Если вы так иногда пошаливаете, но аккуратно, в этом случае у вас будет желтый сектор. Ну, если вы шалите напропалую и вообще там обналичиваете, и пустились во все тяжкие, то у вас будет красный сектор. Соответственно, посмотреть информацию по вашему предприятию, вы можете задать поиск светофор. Это сервис по проверке благонадежности. Нужен он в любых случаях, когда вы работаете, ну, например, с крупными сделками. И вам необходимо подстелить соломки для того, чтобы подтвердить, что вы проявили должную коммерческую осмотрительность и, ну, предохранялись по полной программе, то, соответственно, вам желательно получить данные и с сервиса светофора, например, с 1С парк и за честный бизнес. Ну, то есть, обложится как можно больше подтверждающей информации. Вы видите ссылочки на сервис. Но просто нужно не забывать о правилах работы с документацией. То есть, если вы делаете платежные документы как положено, то есть указываете, не ленитесь, все нужные регалии, то есть номер документа, дата, предмет, контрагент, ну, то есть все, что возможно, то у вас предприятие будет находиться в зеленом секторе долго и счастливо. И, соответственно, если вы не ведете операции с, например, предприятиями красного сектора или желтого сектора, то, соответственно, и риск попасть в другую цветовую зону у вас будет минимальный. Кроме того, что у нас есть, ну, возможности вот через светофор, через честный бизнес проверить информацию через 1С парк, у нас, соответственно, есть возможности наших контрагентов. То есть, если вы заключили договор с новым контрагентом, особенно если это на условиях предоплаты, то, соответственно, в банковских документах вы должны упомянуть, что вы работаете там предоплата по счету номер документа, договору номер документа и так далее. А сейчас мы с вами еще раз вернемся в ЕРП. Так, это мы с вами поговорили про эквайринговую информацию. Вот. И, собственно говоря, еще что мне хотелось бы сказать, это про блок отчета по казначейству. То есть у нас есть обычные, ну, естественно, мы можем посмотреть обычные бухгалтерские отчеты, то есть отчеты по 50-му счету, по 51-му счету, там, оборотно-сальдовые ведомости, анализы и так далее. Это, если можно так сказать, дополнительные отчеты, которые мы можем вывести по разным разделам казначейства, то есть и по подотчетникам, вот по банку. Сверка банковских выписок – это отчет, который мы с вами уже смотрели, когда мы смотрели с вами журнал банковских выписок. Мы можем еще раз сходить посмотреть. То есть вот это уже, когда у меня выбирается больший период. Ну, естественно, через настройки я могу задать, ну, во-первых, видимость, что больше, что мне нужно. То есть если я хочу видеть счет, то у меня будет возможность его выбрать и так далее. Ну, то есть, как вы видите, настройки обычные, стандартные, которые задаются. Нет, не надо мне ничего менять. Ну, и я вижу вот этот отчет. Но кроме этого отчета, чаще всего требуется реестр платежей. То есть если вы пользуетесь планированием, используете платежный календарь, то вы можете сформировать реестр платежей. Некоторые компании настраивают, допустим, работу с заявками по денежным средствам таким образом, что утверждается сразу реестр платежей, которые по датам, например, попадают в сегодняшнюю оплату. И в этом случае меняют статус на заявках сразу на оплате. Ну, и финансовый инструмент – это то, что у нас касается работы с кредитными организациями в основном. То есть это отчеты по финансовым инструментам. И графики. Очень интересный отчет. Сравнение графиков оплаты, начисления по кредитам. В этом случае такой график позволяет посмотреть, не увлекся ли я, что у меня на один день пришлись платежи по всем кредитам. Естественно, может возникнуть кассовый разрыв. Ну, вот, собственно, блок казначейства мы с вами посмотрели. Самое большое, скажем так, новшество по сравнению с другими конфигурациями и более ранними программами – это, естественно, работа с заявками и с платежным календарем. Ну, у нас с вами, к сожалению, уже времени особо нету. Но просто хотя бы внешний вид платежного календаря мне бы хотелось вам показать. То есть у нас с вами платежный календарь – это дополнительный сервис, в котором отражаются платежи, которые у нас должны быть и произведены, и списания, которые, допустим, не распределены между банками. Но вот этот внешний вид отчета я могу поменять. То есть у меня могут быть привязаны к календарям, могут быть привязаны вот таким образом. У меня будет два окна. Здесь я вижу свои банки. То есть я могу их открыть, закрыть. Это вот такие пиктограммки. И здесь у меня уже будет более подробная расшифровка по конкретным операциям, которые планируются к оплатам. И я могу прямо вот в нижнее окно у меня будет отражать документы. Я могу зайти в эти документы. Если что-то нужно поправить, изменить платеж, я могу передвинуть на нужную дату, разбить оплату, например. И сами по себе платежные поручения у меня формируются вот по такой вот кнопке «Сформировать списание денежных средств». То есть это фактически формирование самих платежных поручений по заявкам, которые у меня согласованы руководителем. Ну, то есть вот вы видите контроль. И если у меня какие-то косяки, то я вижу в этом случае результат контроля и могу сообразить, а что же я сделала не так. Я не буду это сейчас сохранять. И, собственно говоря, еще один вид я могу вывести список заявок. То есть это заявки на оплату и фактически это мой реестр платежей. То есть вот я беру, формирую реестр платежей. И мы с вами видим вот такую очень подробную информацию. То есть по каждому банковскому счету, по конкретным своим юридическим лицам. Ну, то есть это очень интересный инструмент, по которому, к сожалению, сейчас мы уже больше ничего не успеем посмотреть. Итак, я снова возвращаюсь к нашим слайдам. И возвращаемся мы с вами в начало. На наш титульный лист, так сказать, на заставочку. И я хочу еще раз обратить ваше внимание на наши контактные данные. То есть электронная почта, телефоны, телеграм-контакты. И хочу пригласить вас к сотрудничеству. Компания Кодерлайн выполняет абсолютно весь спектр работ с программным обеспечением 1С. То есть это и продажа, и настройка, и внедрение, и разработка каких-то дополнительных отчетов и документов. Так что мы будем рады оказаться вам полезными. Будем рады сотрудничеству. Приглашаем вас посетить наш сайт. Возможно, вы найдете там интересную для себя информацию. На этом разрешите нашу встречу сегодняшнюю закончить. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok